В этом уроке шестом, просто видео еще не загрузил, вот я его сейчас пишу для вас, мы подключаем гид для удобной разработки для новичка. И это архиважно, потому что не нужно делать ошибку, ребята, что система контроля версии гид нужна именно для разработки команд, да, это ее основная задача, но для новичка она как воздух. Это даст возможность вам не бояться разрабатывать код, и приложение всегда будет живое. Вот смотрите, я просто вкратце покажу, что мы делали. Мы с вами в этом курсе, во-первых, создали репозиторий на Bitbucket и загрузили в него наш код. И будем, когда приложение стабильно, постоянно грузить. Я имею в виду, грузить на Bitbucket наш код. А вот зачем мы это делали, почему это удобно. Вот смотрите, сейчас я проверю. Мы с вами сначала создали ветку мастер, это основная ветка проекта. Сейчас мы переправим, чтобы вы уловили суть, кто новички. Вот эту строку мы удалим вообще. То есть, если сейчас мы запустим, пишем сейчас это приложение основной ветки. Ну, называется она мастер, как правило. Если мы запустим наше приложение, то сейчас это приложение основной ветки. То есть, у нас есть рабочее приложение, все круто. Новичок, он, во-первых, не знает, это нормально. Он тыкается, он ломает это приложение. Так вот, эта боязнь с применением Git, она уходит. Потом мы с вами создали ветку. Я уже не буду сейчас по-новому создавать. Все урок есть. Бранч UPSDEV, то есть для разработки. Сейчас только я сохраню, потому что все это мы изучали уже. Я принцип расскажу. Мы переключаемся на ветку бранч, которую мы создали. И вот для нас Git создал копию нашего приложения. И на самом деле, если мы запустим сейчас, то вот мы его сливали. Давайте изменим файл пока, чтобы было понятно. Это изменение сделано в ветке branch UPSDEV для демонстрационных целей. То есть, если мы сейчас откроем наше приложение, где оно там делось. Так, я его вообще не вижу. Ладно, запущу вот так, чтобы я его увидел. В каком оно браузере там запускается. DEV, DL, надо для демонстрационных целей. То есть, смотрите. При этом мы сейчас сделали изменения в файле HTML. Но абсолютно это относится к изменениям, к функциям, к моделям, к чему угодно. И мы сейчас просто сохраняем, делаем комет. Все это мы уже изучали. И вот смотрите. Если мы запомнили, да, вот здесь вот эта фраза написана. Для демонстрационных целей. И мы переключаемся на нашу основную ветку. Если мы запустим основную ветку, то те изменения, которые мы вносили в той ветке, их нету здесь. Видите, сейчас это приложение в основной ветке. А переключаемся назад на нашу бранч-ветку. Checkout. И переспускаем браузер. Стоп. Я не вижу, где у меня что. Ладно, я вообще закрою. Запутался. И там вот это вот то, что мы писали до этого. То есть, вы понимаете, как это круто? Когда мы создаем ветку для разработки, мы можем изменять код. И вот, допустим, наш код устраивает. Мы сюда еще допишем. Сейчас это слито с главной веткой. На данный момент приложение стабильно. Сейчас я показываю на примере HTML. Ну, как я сказал, ребята, это будет относиться к любым изменяемым файлам. Разрабатывали, разрабатывали. Раз. Приложение работает стабильно. Проверили. Стабильно. Да, это изменение сделало ветки бранч. Дадим в строну целый. Сейчас это слито. Это сейчас у нас находится на разрабатываемой ветке. Это я написал для будущего. А перейдем на ветку мастер. В мастер ветки, пока мы еще ничего не сливали. То есть, если мы запустим, то в мастер, привет, я первая страница, ура, заработал. Сейчас это ветка основной ветки. То есть, мы убедились, что когда мы пишем ветки DEV, сейчас опять я на нее перешел, ветки DEV, то есть разработки, то этот код не соприкасается. Ну, а теперь мы просто берем и сливаем. То есть, сначала переходим на ветку мастер, перешли. Теперь берем нашу ветку BRANCH разработки и сливаем. А, сейчас, стоп, мы не сделали. Все, я понял, что делать. Это уже мы... Просто надо поменять файл. И сливаем. Она у нас спрашивает, что сделать. По сути дела, показывают разницу между файлами. Это мы все изучали ранее. После этого мы слили. Она нам предлагает удалить ветку BRANCH, но мы ее не будем удалять. Сейчас мы находимся в мастере. То есть, мы сейчас слили с разрабатываемой, с веткой мастер. И запускаем наше приложение. И видим, это привет, мир. Это изменение сделало ветки BRANCH DEV. То есть, если мы видим, что демонстрационные цели у нас сейчас не слились. Давайте перейдем на ветку BRANCH. Делаем коммит. Переключимся на мастера. Сольем. Сольем. И запустим все. Это изменение сделало ветки BRANCH. Сейчас это слито с главной веткой. На данный момент приложение стабильно. Просто я там немножко тупанул. Но вот в чем суть. Что когда мы начинаем работать с GID, то мы не боимся ошибиться. У нас есть стабильно работающее приложение. И здорово. Пусть оно будет сейчас простое, а потом оно будет сложнее становиться. И представьте, вот вы делали-делали приложение, делали-делали, а когда начинаешь писать типа социальных сетей, как глютранет там база и как проводишь сутки, а потом как начнешь плеваться. Поэтому, ребята, самых первых шагов приучать к себе GID. Тогда уйдет эта боязнь разработки. Взяли, мы создали самоветку, переключились на нее и все. Делаем себе, но не получилось, удалили. Сделали новую, опять по-новому. Получилось, отлично работает. Слили с основной. Поэтому у нас всегда будет рабочая версия проекта и будет ветка для демонстрационных целей. А на самом деле, когда вы разберетесь с GID, то мы могли создать еще под ветку ветки, которую мы создали, branch apps dev. То есть мы могли решать какой-то маленький вопросик, решили и слили с этой веткой, а потом с той. То есть тут столько вариантов. Но смысл один. Как только мы начинаем работать с GID, мы создаем главный проект, как правило, ну никто не меняет, он называется мастер. Ветка мастер главная. Которая у нас постоянно стабильна. Для того, чтобы выносить какие-то изменения, мы начинаем там новое представление, новая app. Мы начинаем какую-то новую вещь. Мы с вами создаем новую ветку. И переключились. И в ней пошли бомбить. То есть все, что было в мастер до этого, оно у нас есть в новой ветке. Теперь мы начинаем бомбить новый, писать новый код. Пишем, пишем. Протестировали. Все. Нас устраивает. Оно классно работает. После этого мы спокойно сливаем с основной веткой стабильный код. Заливаем его на Bitbucket. И наслаждаемся, работаем дальше. Так у нас и приложение всегда стабильно. И если у нас что-то не получилось, мы не перекраиваем весь проект, не ищем ошибок, а просто-напросто удалили ветку, но начали сначала делать. То есть программирование начинается в кайф. И это очень важно для новичка, ребята. Я прошу меня услышать. Поэтому я этому уделил целый курс. Спасибо. Да, кто первый раз смотрит видео, школа находится по адресу spb-tut.ru. И сейчас мы изучаем Django 2. Тут довольно много изменений по сравнению с Django 1. Просто-напросто, кто первый раз, вам необходимо, у вас будет по-другому. Главная страница выглядит. Значит, вам необходимо получить логин и пароль, нажать, получить пожизненный доступ и заниматься. Django 2, особенно для новичка, там очень много изменений, ребята. Поэтому, а тот код, который за годы накоплен, он уже у вас будет не состыковки. Я их сразу вижу и вам объясняю. А если человек начал с Django 2, а потом находит код, допустим, даже с версии 1.11, а там уже, допустим, URL поменялись, там уже класс, а не функция. То есть, вот эти все мелочи я рассказываю. Но и мы проходим этот курс. Так это еще не все, ребят. Мы же, почему курс называется «Делаем из себя программиста». Django 2 мы проходим подробно. Вот, просто шаг за шагом сделали проект, изучаем очень подробно. И для новичка по быструхе просмотреть человеку с другого языка программирования, врубиться быстро. Сейчас мы подключили гид. Потом обязательно подключим разворачивание сервера. И далее будем подключать, сейчас уже будем подключать ближайший урок, это оболочку Jupiter. Jupiter, то есть у нас будет оболочка Jupiter, которая позволит спайчарам работать с оболочкой IronPython. То есть мы сможем работать с IronPython. Сейчас я посмотрю. Я как раз разбирался, настраивал, чтобы написать подробные курсы. И сможем работать и в среде пайчарам. И сможем работать, именно объяснение делаю, почему это классное объяснение и чем это отличается. Именно в этом. То есть мы будем Django вызывать вот в таком стиле оболочки IronPython. И я сейчас не буду Django, просто это демонстрационные цели. Когда придет курс, то я расскажу. Там, а равно 2. Ну я говорю, допустим, да самое простое там. Print A. И это нам что даст? Ну во-первых, мы сможем применять здесь Mark Daven. То есть писать. По сути дела, хорошо документировать. И вот так разбирать Django изнутра. Я уже рассказывал, но придет время, расскажу. Но по сути дела, мы как сможем работать с Jupyter и со страницей. И я вот уже, считайте, записал курс. Завтра сяду и запишу. Ну вы смотрите позже, уже давно, наверное, есть. И сможем также все это проделывать и в Django. А здесь есть и подсказки кода, и все. Здесь классно. То есть хотели так, хотели так. По сути дела, воспринимайте сейчас на слух. Это работа гид. Это выворачивание Django на оружие при помощи Iron Python. То есть при помощи именно командной строки. Когда я ее прописал, тогда человек понимает. Далее разворачивание полноценного сервера. То есть по сути дела, я вас именно веду к тому, чтобы вы чувствовали себя уже как разработчик. Чтобы вы делали, чтобы вы накапливали правильный опыт. И даже в этих курсах мы, когда смотрим, это все нарабатывает действительно навыки нормального программиста, который должен быть. А вот эти инструменты нам помогают раскрыть именно ваш потенциал, чтобы Python пророс в вас. И тоже Django. То есть, ну а сегодня мы разговаривали именно о гид. Я вам показывал вот этот смысл. Поэтому к этому надо привыкнуть и разрабатывать в кайф. Спасибо, ребята.